Привет всем! Quad HD и 4K мониторы всё активнее и активнее завоёвывают рынок. Но не все пользователи спешат на них переходить. Ну, всё просто. У кого-то уже есть хороший игровой Full HD монитор от любимого бренда. Кто-то просто покупает вариант с диагональю 24-27 дюймов без смены разрешения. А кого-то дисплей под 1080p больше устраивает по соотношению цена-возможности. Одним словом, давайте проверим, на что способна сборка с Radeon RX 6800 XT в Full HD. И знаете, есть ещё одна важная причина теста именно в этом разрешении. Она касается Ray Tracing'а. AMD пока ещё тестирует технологию FidelityFX Super Resolution. Это аналог NVIDIA DLSS. По слухам, её выпустят в апреле. И вот без неё активация Ray Tracing'а в разрешении Quad HD и тем более в 4K серьёзно так просаживает фреймрейт на RX 6800 XT. Знаем, плавали. А вот для Full HD мощности этой видеокарты хватит и для комфортного запуска игр с лучами. Теперь пройдёмся по компонентам сборки. Да, в современных реалиях процессоры Ryzen 5000 всё ещё стоят дороже рекомендованной стоимости, а видеокарты – это вообще отдельная больная тема. Но в каждом хаосе есть частица порядка, и в любой момент ситуация может измениться. Вот с такой верой в это лучшее будущее мы собираем данную сборку. Без оглядки на текущие ценники и с мыслью о конечном результате. Итак, в её основе находится восьмиядерный 16-поточный процессор Ryzen 7 5800X. У него отличная производительность в одно и в многопоточном режиме при умеренном энергопотреблении. Кстати, игровые консоли текущего поколения также используют восьмиядерные чипы, но на архитектуре Zen 2. А тут у нас более быстрая Zen 3, ещё и поддержка PCIe 4.0. Одним словом, такого чипа хватит сейчас и на ближайшую перспективу. Кто не в курсе, напоминаем, что линейка Ryzen 5000 гонится, мягко говоря, не очень, и топовые платы на чипсете X570 не всегда нужны. Поэтому можно сэкономить и взять что-то на B550, чтобы не заморачиваться с обновлением BIOS и активным охлаждением чипсета. Вот мы и достали из полочки проверенную временем и прошлыми тестами Gigabyte B550 Aorus Pro. Она привлекает мощной 12-плюс-2 фазной подсистемой питания и эффективным охлаждением зоны VRM, чтобы можно было установить прожорливые топовые чипы. Пара разъёмов M.2 поддерживают быстрые NVMe PCIe SSD и защищают их от перегрева с помощью предустановленных радиаторов. Также понравился усиленный слот PCIe 4.0.x16, улучшенная аудиоподсистема с флагманским кодеком, поддержка быстрой оперативной памяти и многое другое. Линейка Ryzen 5000 в целом не сильно горячая, но о хорошем охлаждении всё равно забывать не следует. Поэтому боксовый кулер, конечно, хорошо, а более тихая и эффективная водянка с запасом на будущее – это ещё лучше. Под рукой оказалась BeQuiet Pure Loop 280 мм. Срок службы её вентиляторов – 80 тысяч часов или более 9 лет в круглосуточном режиме. Двухканальный набор оперативки DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro объёмом 16 гигабайт отлично впишется в такую систему. Париться с разгоном не нужно и ещё и весёлая LED-подсветка на месте. Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming 07 задумывалась тайваньской компанией в качестве более доступного представителя своей линейки. Флагманами выступают представители серии Aorus Master, но и она обладает всем необходимым для комфортного запуска игр. Включая небольшой заводской разгон графического процессора и эффективный кулер Windforce 3X с шестью тепловыми трубками и тремя 80-мм вертушками. Даже подсветка RGB Fusion есть. В этот раз обошлись одним M.2 SSD Corsair Force MP600 объёмом 2 ТБ, которого нам хватило под ОС, софт и ещё и игры. Он как раз поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и дополнительно имеет свой радиатор. Ответственным за питание назначили Silverstone Strider Gold S850W. Мы его взяли с запасом, чтобы в работе КПД был повыше и вентилятору было легче отводить тепло. Источник обладает сертификатом 80PLUS GOLD, одним мощным каналом плюс 12 вольт и полным списком защит. Ну а собрали всё это добро в просторном, симпатичном и продуманном корпусе Big White Silent Base 802 Window White. У него отличная продуваемость и три 140-мм вертушки в комплекте. Это то, что нужно для мощной игровой сборки. Сами же геймплеи записывали внешней системой Cybermedia Live Gamer 4K, то есть вообще без потери производительности. Как всегда, полный конфиг есть в описании и прикреплённом комменте. Кстати, ребят, эту сборку мы не собирали под конкретный бюджет, а скорее набросали вариант мощного ПК под Full HD и с запасом на будущее. Поэтому на ценах внимания не заостряем. Все мы понимаем, что сейчас некоторые компоненты вообще нереально дорогие. Тем не менее, ссылки на актуальные цены обязательно укажем в описании и прикреплённом комменте. Надеемся, что через несколько месяцев подобную сборку смогут таки позволить себе многие наши зрители. Итак, первым делом после настройки системы проверили её на стабильность работы. Запуск стресс-теста AIDA64 прогревает процессор до 90 градусов, если верить утилите. Троттлинга и сброса частот не было. Нагрузка видеокарты с помощью FURMark также прошла без проблем. Максимальная температура не превышала 71 градусов. Всё работало стабильно. А вот одновременный запуск этих двух тестов уже приводил к нестабильной частоте графического процессора. Тут скорее всего проблема в оптимизации бенчмарков, поскольку перегрева как такого не было. И в играх мы не заметили подобной работы видеокарты. Ну вот и всё, быстренько размялись. Теперь переходим к игровым тестам в разрешении Full HD. Первая на очереди Valheim. Новый хит среди любителей выживалок в открытом мире. Берём и выкручиваем всё на максимум и получаем более сотни FPS в среднем. Без подфризов правда не обходится, но спишем это на ранний доступ. В граунде при эпическом пресете играть комфортнее, хотя средняя скорость тут чуть ниже, в районе 90 кадров в секунду. В первые минуты после запуска, возможно, незначительные такие рывочки картинки. Ну а в остальном всё отлично, претензий нет. Warframe перешли на улучшенную версию движкам и выкрутили все настройки прям на максимум. Слушайте, нам наверное опять попалась какая-то простая локация, поскольку средний фреймрейт поднялся выше 500 кадров в секунду. Ребят, 500! Что-то подобное можно встретить ещё и в Valorant. Rainbow Six Siege также решила поддержать коллег по цеху. При ультра пресете со стопроцентным масштабированием она выдала не такие космические, но всё равно впечатляющие 350 FPS в среднем. Этого как раз хватит для теста топовых на сегодня 360-герцевых мониторов. Fortnite протестировали в нескольких режимах. Для начала запустили её с эпическим пресетом без рейдрейсинга. И вот большую часть времени всё отлично, как на записи. Фреймрейт плавный, а управление отзывчивое. Но знаете, ребятки, игра может рандомно подтупливать. Хотя всё должно было уже подгрузиться, ведь записывали не с первого боя. Добавляем трассировку лучей в авторежиме и показатели падают минимум на 60%. Но всё равно у карточки хватает запаса прочности для комфортных 70 FPS в среднем. Хотя рандомные статоры никуда не делись. Конечно, к проигрышу боя они не приведут. Но разве вы ожидали их увидеть вообще на столь мощной системе? Дальше выкручиваем лучи на максимум и уже понимаем, что без FidelityFX Super Resolution играть неприятно. До откровенных фризов, конечно, дело не доходит, но видеоряду явно не хватает плавности, чё ж кривить душой. Так что, возможно, и сами разработчики вскоре оптимизируют поддержку рейдрейсинга. Apex Legends, все ползунки вправо, карта Candeon Kings. Текущий фреймрейт местами упирается в максимальное ограничение в 300 FPS. Качество картинки, плавность видеоряда и отзывчивость управления нареканий не вызывают. Но момент есть лишь с третьего матча. Потому что в первых двух местами ощущались легкие, едва такие заметные под фризы. В Doom Eternal смело выбирайте профиль «Абсолютный кошмар» и начинайте отстрел монстров. Средняя скорость переваливает за 300 кадров в секунду, а в управлении нет даже намёка на input lag. Лёгенькие заминки в видеоряда происходят лишь в контрольных точках миссии. В остальном полный порядок. В Dirt 5 выбрали максимальный пресет графики. Кадровая частота не блещет, конечно, по сравнению с ранее протестированными проектами. Но почти 160 FPS в среднем, надо сказать по правде, их за глаза хватает для комфортных гонок. Horizon Zero Dawn при наивысшем качестве изображения оставила такой небольшой осадочек. Нет, большую часть времени бегается очень комфортно, со средней скоростью за сотню FPS. Но изредка проскакивают неприятные рывки изображения при подгрузке новых объектов. Опять же, это касается оптимизации самого проекта. Еще одна не лучшая в плане оптимизации игра это Godfall. При эпическом пресете подтормаживает даже спустя 15 минут после запуска. И это, ребят, без рейтрейсинга. Хотя, с другой стороны, если не колупаться и не зацикливаться на таких моментах, то в остальном геймплей нареканий не вызывает. При активации трассировки средняя скорость падает всего на 6%, что странно. Подлагивания в бою не исчезают, а картинка особо не меняется. Зато видеопамяти нужно около 14 гигабайт. Вот где нам пригодился 16 гигабайтный видеобуфер. Одним словом, лучи тут реализованы странновато. Мафия Definitive Edition при высоком пресете в городе выдает около 130 фпс в среднем. Этого достаточно для комфортного геймплея. Ну а мы такие ребята заметили, что в строго определенных местах проскакивают легкие заминки видеоряда, связанные с подгрузкой объектов. В других локациях ничего подобного не было. К Assassin's Creed Valhalla особых замечаний нет. При максимальном пресете лишь один раз фрезануло во время прогревочной пробежки под деревней Ravenstrop. После этого никаких проблем не было, а показатель очень редких событий не опускался ниже 60 кадров в секунду. Первая пробежка в Call of Duty Black Ops Cold War прошла просто при максимальных настройках графики. В пятой миссии одиночной кампании кадровая частота превышает 200 фпс и этого с лихвой хватает для полного погружения в игру. Правда иногда есть ощущение пропуска кадров при подгрузке локации. И еще стоит обратить внимание, что в видеопамяти резервируется 15 гигабайт. Добавляем Ray Tracing в этот суп в ультра режиме и показатели падают максимум на 65%. Однако средняя скорость остается на комфортном уровне в 70 фпс и никаких проблем с управлением не было. Так что как минимум кампанию в таком режиме проходить можно. А вот у Watch Dogs Legion оптимизация находится на отличном уровне не секрет. При ультра пресете получаем более сотни фпс в среднем. В видеоряде не было даже намека на фрезы или какие-то там статоры. Ну и конечно управление было отзывчивым и прогнозируемым. При включении лучей показатели падают максимум на 46%. Фреймрейт уже балансирует на грани желаемых 60 кадров в секунду. Тем не менее каких-либо заминок в видеоряде не было, как и input lag в управлении. Одним словом придраться нам не к чему. Многострадальная Cyberpunk 2077 с впечатляющим пресетом не доставила особых хлопот тестовой конфигурации. Средняя скорость превышает 90 фпс и замечаний к видеоряду или управлению нет. Но есть вопросы к дальности прорисовки игрового мира, из-за чего объекты могут возникать из ниоткуда прямо перед игроком. Возможно когда-нибудь далеко-далеко в 2020 там каком-то это поправят. Еще один абсолютно беспроблемный проект это Hitman 3. На максималках без VRS мы получили более 150 кадров в секунду на карте Чун Цин. Ну геймплей крайне комфортный, нет и намека на фрезы или статоры. Да и видеопамяти нужно немного, около 4 гигабайт. Ну а на десерт мы оставили Outriders при максимальном пресете графики. В основном бегается комфортно, а управление позволяет вести прицельный огонь по врагам. Подлагивания да, они иногда проскакивают, но на результативность они не влияют. Итак, давайте подводить итоги. Сборка на основе восьмиядерного процессора Ryzen 7 5800X, материнской платы Gigabyte B550 Aorus Pro и видеокарты Radeon RX 6800XT отлично себя чувствуют в играх при разрешении Full HD. Мы ни разу не уперлись в производительность CPU и не ощутили проблем со стабильностью работы компонентов на этой плате. Более того, в некоторых киберспортивных дисциплинах на максималках получаем 300-500 FPS для подключения самых быстрых мониторов. В тяжелых блокбастерах мы видим более сотни кадров в секунду без лучей и 60-70 FPS с Ray Tracing. Это при условии нормальной его реализации и отсутствия проблем с оптимизацией самого проекта. Ну а когда выйдет FidelityFX Super Resolution, то играть с трассировкой будет еще приятнее. Остается только надеяться, что в скором времени цены на RX 6800XT упадут, а сами видеокарты массово появятся в продаже. Ну а вы на что надеетесь? Пишите об этом в комментариях и будем благодарны за лайки и подписку. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok